а здрасте всем друзья привет уленьки сегодня у нас обзор или первый взгляд или в общем то что то в этом духе на карту которая называется черемшанка для 22 фирмы русская карта от разработчиков по-моему просторы россии у них карта называлась для 19 фермы еще там какая-то была в общем то мы на нее сегодня посмотрим и и в общем то про посмотрим да начнем друзья вот с этой вот картинки как это мини карта да тут не сильно большое количество полей но они очень большие слева хоть и прикольненько сделано мы видим размеры этих самых полей самое большое получается 11 поле справа снизу у нас расположена его площадь 403 мать его гектара и вроде как вроде как я это все дело еще не проверял но курс play даже отказывается на таких больших полях работать но что несомненно является небольшим минусом не знаю карты или курс плея может быть со временем завезут и он будет нормально работать завезут я имею до нормальный курс плей хотя вот 14 поле если взять сколько ну по размеру 55 гектар курс плей у меня на нем работает но это ладно вообще здесь насколько я понял эту самую карту можно условно так разделить на четыре района так вот пополам здесь с водой через всю карту идет вот такая вот дорожка типа автострады но это не автострада это обычная двухполосная дорожка по которой кстати ездит трафик ездит он здесь не сильно быстро хотя мне кажется в россии ездили бы не знаю 90 120 по таким дорогам дорога это правда имеет вот такие вот квадратные углы не знаю может быть кому-то это сильно принципиально мне не то чтобы это прям принципиально но выглядит она не очень красивенько как бы вот это вот это не сильно профессионально на мой личный взгляд ну ладно также на дорогах здесь я успел заметить не очень понятный рельеф не то чтобы прям горки видимо этого симуляции плохой дороги чтобы качала чтобы был кайф типа ты в россии херовые дороги и все такое ну ладно не будем об этом это дорога вы по ней толком есть ты не будете наверное хотя хрен его знает вообще карта очень рельефная и здесь есть вот такие то обрезы вокруг дорог и как это правильно называется не знаю если вот мы посмотрим на карту то вот здесь напрямую никак не проедет что здесь здоровый обрез нужно здесь подниматься в горку с одной стороны это конечно прикольно с другой стороны времени будет отнимать значит давайте посмотрим что у нас вообще есть на этой карте по культурам в принципе все стандартно идет есть много производств и дополнительных скажем так производимых культур есть карьеры есть в общем-то интересное производство ну и довольно большое количество точек продаж вот это я не очень понимаю людей иногда некоторые мододелы пытаются сделать много точек продаж типа это прикольным я бы на самом деле их сделал бы 2 максимум если бы я был не таким тупым как я есть и умел сделать карты или не таким ленивым не знаю значится погнали посмотрим что есть на карте начнем с правого верхнего района вот с этого по сути дела здесь есть вот четыре поля небольшая вот деревушка здесь и база деревушка в общем-то вполне себе обычная много строений довольно однотипных есть вот точки продажи некоторые здесь может быть какому-то фермеру здесь сено продается я не смотрел если честно не важно вот вполне себе такая деревушечка или не знаю поселок городского типа знаете один городской тип купил поселок и теперь это поселок городского типа вот вот примерно так это работает вот вполне себе в общем-то миленькое место находят пешеходы трафик здесь не ездит трафик насколько я понял ездит только вот по главной по той дороге в принципе а что еще на тот магазин пятерочка здесь есть тоже как точка продажи он работает вероятно что-нибудь сюда можно привести также здесь находится одна из баз в этом самом районе а это тоже деревушка база чуть дальше находится вот одна фермерская база зернохранилище знак здесь стоит здесь в принципе как и на любой карте кучу от этого ржавого мусора однотипного стоит элеватор несколько гаражей также кстати здесь находится магазин то есть технику привозят прям сразу на базу и появляется она здесь место для того чтобы ее починить и насколько я понимаю продать тоже здесь находится большой топливный бак здесь вот стоит такой и можно подойти и купить сюда топлива нас тысяч литров максимум сюда можно загрузить покупаете и заправляетесь на базе техникой в принципе удобно есть также гаражи некоторые из них у меня почему-то не открываются может быть я тупой а может быть потому что что-то я делаю не так а самый косяк то что у меня в этих гаражах припаркована техника стандартная и я в общем-то не могу их открыть может быть я какой-то мод нужно не поставил некоторых некоторые открываются некоторые нет в общем-то гаражи зернохранилище по моему здесь еще есть склад для корнеплодов где-то я тебя падла найду да вот он находится по зеленой долиной такой склад именно там он был насколько я понимаю он работает как производство то есть сюда вот сгружаете корнеплоды и вот здесь такой вот элеватор который элеватор конвейер который вам это все дело потом загрузить технику принципе удобненько сделано емкость не знаю какая у него видимо надо купить территорию и понять здесь у меня стоит стартовая техника я несмотря на то что начал на самом большом уровне сложности у меня есть 2 миллиона и в принципе много техники но это ладно это все не важно также есть еще здесь такой большой ангар на котором тоже можно чинить технику или хранить и включить свет в нем можно класс в общем то такая вот простая база мне в принципе она нравится ничего сильно лишнего здесь нету выполнено вполне таком русско колхозным стиль что ли плюс вполне себе достаточно места чтобы разместить какие-то объекты которые если вам здесь что-то не хватает можете еще чуть построить конце концов и деревья можно выпилить в общем-то терраформинг ваше все далее друзья правая нижняя часть здесь у нас находится три здоровых поля а также коровники хранилище травы овечье и пастбища в общем-то вся вот это вот хреновина для животных давайте переместимся посмотрим я тут кстати ни разу не был такой вот подъезд сюда получается и ферма на знаке написано кстати вот издалека знаки не читаем и вообще никак причем что у меня графон скажем так выкручен что не очень круто в общем то здесь много всяких загонов для животных насколько я понимаю вот здесь у нас находится хранилище травы тоже скорее всего как производство будет работать их здесь два значки вот накладываются друг на друга это не очень круто да здесь два хранилища травы коровник 1 свинарник 1 коровник 2 овечье пастбище есть хранилище силоса травяной и хранилище солома насколько я понимаю они все будут выполнены в одном стиле да просто загружаете и потом конвейером загружать прикольно мне нравится два коровника овчарный свинарник в общем-то все что нужно для счастья мне знаете ли нравится когда на картах уже установлены вот эти вот объекты я не очень люблю ставить сам но это лично мое мнение если вы хотите можете найти место и поставить коровник куда захотите если вам такое не нравится но в общем то мне вот эта штука нравится пойдет ну и давайте еще левую часть посмотрим тоже начнем друзья вот с этого вот кусочка здесь у нас находится вторая база здесь принципе наверное все то же самое гаражи навесы гаражи вот такие вот обычные которые тоже открываются зерновое хранилище довольно таки большое насколько я понимаю но можете его снести и поставить свое насколько я понимаю если вы купите территорию это можно будет как статичный объект снести отсюда и здесь еще было тоже хранилище корнеплодов надо его найти да вот она со шлагбаумом точно такой же как и на первой базе или здесь тоже даже два в общем-то вторая база тоже здесь есть если хотите играть мультиплееры двумя разными фермами то вот пожалуйста из примечательного здесь еще можно в принципе что показать но есть некоторые шахты и есть карьеры два карьера здесь давайте в принципе сходим туда чушь нет то не скажу что здесь выглядит все прям супер красиво и но прикольно ладно рельеф гениальный вероятнее всего я думаю что это сделано так чтобы вы когда сюда ехали вас колбасила по-не по-детски а в общем то карьер насколько я понимаю здесь просто насыпан весь материал и вы приходите и то ли лентой то ли ковшом экскаватора просто грузите здесь то что вам надо это на гравий похоже но это не точно могу ошибаться я знаете ли не самый знаток насыпано здесь много всего этого дела поэтому приезжайте грузите развлекайтесь кто кому нравятся вот эти вот разгрузочные работы также давайте сходим на шахту например шахта угля я думаю что 2 точно такая же поэтому посмотрим одну здесь тоже самое приезжаете и ковшом или лентой грузите все это дело и развлекаетесь ну и друзья на карте еще есть довольно таки большое количество производств которые здесь установлены давайте на некоторые из них сходим на все я не буду ходить можем просто посмотреть что здесь есть производство стеклотары например производства балтика насколько я понимаю стеклотары делает бутылки на балтику везете эти бутылки и там какой-нибудь сок или зерно напивасик и в общем-то развлекаетесь все производства идут на поддонах поэтому автопогрузка вам в помощь рыбхоз ток 1 что здесь еще есть производство медный завод есть производство арматуры жб и 2 здесь вот есть тепличный комплекс давайте кстати на него сходим посмотрим что там да как до по 5 тепличек здесь три ряда есть покупаете каждую тепличку и в общем-то они работают примерно так же как и обычные стандартные теплицы только здесь нужно еще компост привести вот но кому нравятся теплички его будет весело а здесь какая-то точка продажи котельная серьезно это котельная ну ладно что-то похоже более-менее на котельную что-то там жгут пойдет блин кижи здесь поля все-таки здоровые также есть еще молокозавод что это здесь лесопилка есть да кстати по-моему здесь производства не требуют в каждое производство все поддоны но это не точно но если она так и есть то в принципе мне это нравится сахарный завод разумеется куда же без умельница это вообще есть на любом абсолютно на любой карте 2 биогазовых завода кстати да они производят метан по задумке как бы в 22 ферме метан продается насколько я понимаю он здесь идет на производство стеклотары то есть туда привозится песок и метан и и все это дело делает стекло насколько я понял но это не точно принципе можно на этом райончике здесь походить побегать посмотреть что здесь да как то-то мельница и очень она мне знакома если честно здание это в золотого колоса украдено или или позаимствована или короче не знаю не удивлюсь если другие заводы тоже да кстати есть здесь паровозик линия идет она называется на берлин с этого я угорел конечно прикольно причем в обе стороны это все дела на берлин паровозик здесь ездит как и стандартной карте стандартной игре можно его арендовать и на нем прокатиться где еще куда-нибудь сходим еще что-нибудь посмотрим ну в общем-то да стандартный такой биогазовый завод если его купить будет производство метана вот наверное на этом тут больше нечего рассказывать производства все их тут хватает в общем то есть чем заниматься это радует территории на все это большие отведены вообще карта здоровая и на самом деле довольно тяжелая не у всех это пойдет это раз у меня она просаживается периодически если посмотреть в сторону зданий ведь fps x сразу прям падает а если посмотреть в поле он становится 60 но иногда просадки есть у меня на максимум в 2к выкручен графон плюс еще и записываю видео так что это в общем то нормально но нормально играбельно насколько хорошо она будет работать в мультиплеере на выделенном сервере я вообще не могу сказать я не пробовал и пробовать скорее всего не буду но если здесь сильно не работает курс play то чую эта карта больше для коопа для того чтобы бандой попахать и так далее но проверим потом работать она или нет в общем то есть у меня даже мыслишки по поводу прохождения на этой карте но это так мыслишки правда в одиночке здесь с такими полями все таки будет довольно таки тяжело это в принципе к неупонятно потому что не знаю сколько по времени будет на призы есть не знаю сколько по времени просто будет банально уборка одного вот этого поля хотя другой стороны это можно и на работе будет сделать то есть поля как видите прям вообще здоровенные прям огроменные поля это есть люди которые любят огроменные поля в общем то вам понравится я друзья что еще забыл сказать и даже посмотреть экономику вопрос сколько стоят участки сколько стоят поля и сколько стоят заводы принципе цены на поля здесь адекватно с учетом их размеров какое-то поле стоит 2 миллиона какое-то поле стоит миллион маленькое поле например 15 стоит 150 тысяч в общем-то до старта что называется участки с базами стоит по 50 тысяч до на что здесь медленно прогружается лужайку вот отдельно за 26 тысяч можно купить карьеры насколько я понимаю тоже покупаются участки и приезжайте здесь копать 403 тысячи стоит карьеры и по 242 тысячи 294 стоят шахты что здесь еще нужно купить но завода еще надо покупать поэтому давайте посмотрим сколько стоит например та же самая мельница чтобы понимать экономическую сложность только надо найти место где она покупается вот она 96 тысяч серьезно на высоком уровне сложность я не знаю правда зависит это или нет короче производство дешевое это не круто сахарный завод давай посмотрим сколько ты стоишь 80 тысяч короче заводы купить можно прям сразу все поля дорогие это ладно но просто если мы посмотрим опять таки в задание то вот затюковал поле получил миллион триста плюс еще 1500 за лишние тюки вы получите правда на это уйдет очень много времени конечно но все равно как бы с учетом объемов работ здесь деньги зарабатываются относительно легко меж высокий уровень сложности стоит или нет экономическая сложность высокая короче вот так вот в общем то карта конечно я не могу сказать что она прям идеальная но на мой личный взгляд на данный момент ничего лучше вы скорее всего не найдете хотя опять таки здесь на любителя потому что большие поля не все любят короче да вот такой вот обзорчик получился или первый взгляд не знаю как это правильно назвать кому это дело понравилось лайкусик пишите ваши комментарии что вы думаете по поводу этой карты ну и в общем то у меня на этом все с вами был никита делай всем покаки